Упражнения с тяжестями позволяют обрести выносливость. Это видно сразу, когда попадаешь в спортзал, где соревнуются штангисты. Они серьезны и сосредоточены. И даже если вес не покоряется, здесь не видно слез и растрепанных чувств. Пусть возраст и рост еще не велики. Ими движет воля к победе. Артуру Дадаеву 16. Судьба распорядилась так, что таджикский мальчик приехал несколько лет назад в Выборг. Пришел в спортзал, попробовал и, как сам признается, буквально заболел тяжелой атлетикой. Сегодня при собственном весе 61 килограмм 100 граммов он заказывает на штанге 92, в полтора раза больше. И берет его. Я считаю, для этого как бы надо тренироваться, постараться и, ну, считаю, надо еще кушать. Я считаю, утром как бы каша, но каша и много мяса и воды побольше. Я хочу стать как бы олимпийским чемпионом и стать тренером. В двух отделениях тяжелой атлетики спортивной школы «Фаворит» тренируются сегодня 60 юных спортсменов, в том числе три девочки. Председатель Выборгской федерации тяжелой атлетики Андрей Лилейко считает, что они показывают достаточно высокие результаты. Пятеро воспитанников имеют первый разряд, двое – кандидаты в мастера спорта. В этом году мы представляли на северо-западе Выборгское именно отделение. Три наших спортсмена, два – рощинских, один – выборгский, были на первенстве северо-запада, то есть второй этап спартакиада учащихся России в Великом Новгороде. Наши ребята остались без медалей там. Зато нынешний турнир принес выборгцам и золото победы, и серебро, и бронзу. Золотые медали в своих весовых категориях завоевали Артур Дадаев и Сергей Казмодемьянский. Серебряные награды заслужили Александр Конотыгин, Анатолий Гущин и Владимир Бороздин. Бронзовая награда досталась Сергею Семуткину. В общекомандном зачете первое место заняли тяжелоатлеты из Выборгского района, вторыми стали спортсмены из Приозерска, а третье место у команды из Волхова. Наталья Березовская, Андрей Неробов, медиагруппа «Наш город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова